БАЗ-ТВ Здравствуйте, господин председатель. Добро пожаловать к нам на передачу. Заканчивается год, как правило, это время подведения итогов. Их подводит каждый человек для себя в отдельности, а также руководство и жители сел, городов, районов и даже целых стран. Сегодня мы попытаемся подвести итоги года в нашем районе Басарабяска. Проанализируем, каким он был, как он складывался, насколько удачно, что за этот год удалось реализовать, что еще так и осталось в планах. Итоги этого года мы подведем вместе с председателем нашего района. И также хочу напомнить, что передача выходит в прямом эфире. Телефон студии 20-220. Он начнет работать примерно через 40 минут. И тогда у каждого из вас будет возможность позвонить к нам в студию и лично задать свой вопрос господину Николаю Кензигелян. А начать сегодняшнюю передачу мне хотелось бы со следующего. Господин Кензигелян, прошло чуть более года с тех пор, как вы стали председателем района Басарабяска. Какие планы вы в то время строили? Какие из них удалось реализовать за этот год? А какие пока остались нереализованными? Басарабчане, добрый вечер, дорогие жители нашего района Басарабяска. Добрый вечер. Ну, по поводу планов, во-первых, должность председателя района, это избрали меня депутатский корпус, то есть районный совет. Поэтому это как-то было все так, ну, не взначай, в течение там нескольких недель. Поэтому единственная цель, когда, вы, наверное, все помните, была сессия, затем, когда избрали председателя района, значит, я попросил прервать сессию и затем на следующее время у нас было 5 декабря 2012 года уже полностью был весь пакет документов. За эти несколько дней я проанализировал ситуацию, то есть финансовое положение, экономическое положение, значит, встречался с людьми, то есть у нас были секторы-сегменты, это сельское хозяйство, железная дорога, управление образованием, одно из главных, то есть были и другие там отделы социального обеспечения, были проанализированы проблемы, которые у них есть, и в итоге мы спланировали. Значит, что нам удалось? Ну, удалось, во-первых, первое, поднять имидж нашего района Басарабярска. То есть буквально наш район Басарабярска, значит, как никогда большинство министров было здесь. То есть мы в такой востой форме, иногда в такой жесткой форме организовали им встречу, чтобы они имели возможность реально узнать, какие проблемы. Второе, я очень благодарен и районному совету, то есть депутатскому корпусу консильеров, что мы смогли совместно создать атмосферу ответственности, атмосферу взаимопонимания, чтобы поменьше было скандалов, всяких взаимоупреков и так далее. То есть райсовет совместно мы с консилерами районного совета были мобилизованы именно на выполнение тех задач, которые ставились и необходимо было выполнять. Что не удалось? Ну, естественно, морального удовлетворения от того, что вот хотелось бы, хотелось бы очень многое. Хотелось бы, если уже заканчивается 2013 год, есть уже анализ этого года, есть планы на следующий год. Конечно, хотелось бы намного большего. Но я уверен, что мы, во-первых, в районном райисполкоме, у нас в аппарате ответственные люди, специалисты, мы смогли друг друга больше понимать, больше нацелено на результат. Когда мы проводим совещание, значит, мы понимаем друг друга, что объяснение нас, причины нас не интересуют, должен быть конечный результат. Я уверен, что совместно 2014 год будет намного. Мы будем добиваться те вопросы, которые не решаются, будем выносить их на руководство соответствующих профильных министерств. И будем добиваться, чтобы без громких слов все было во благо людей. Мы старались за 2013 год, 2015 год, чтобы этого делать. 2014 год мы еще больше будем добиваться, потому что люди нас избирают, и в итоге мы должны делать именно для людей. Это без всяких громких слов. Те, которые знают меня, они в этом убеждались. Ну, это вы ответили, так скажем, в общих чертах. Давайте попробуем все-таки более конкретно по различным областям. Пожалуйста, давай. Одна из самых таких у нас проблемных и даже где-то и скандальных сфер, это сфера образования. Сколько было волнений, сколько было различных разговоров, заседаний, связанных с оптимизацией школ. Что все-таки удалось сделать именно для сферы образования в районе? Может быть, чем-то вы недовольны? Может быть, что-то еще есть в планах на 2014 год? Значит, вопрос, конечно, он очень такой ищепетильный, но спасибо за вопрос. У нас бюджет района составляет 68 миллионов 633 тысячи. Значит, из этого бюджета порядка 30 миллионов идет на образование. То есть, это одна из наших самых таких весомых составляющих. В начале, год тому назад, я имел встречу абсолютно со всеми директорами лицеев, с управлением образования. Мы в такой острой дискуссионной форме проанализировали ситуацию. Есть вещи, которые я поставил себе первостепенными. В частности, если взять лицей имени Гоголя, мы сталкивались на протяжении уже не одного года, то есть, где-то порядка на протяжении 8 лет, что вопросы не решались. Что именно? Речь идет о внутренней канализации, наружной канализации, системе отопления, котельной. Мы так год прошли, 2013 год, 2012 на 2013, и мы поняли, что финансовые затраты там очень большие. Поэтому был поднят вопрос на районном совете. Спасибо канцелерам поддержали. Было выделено полтора миллиона лей именно на лицее Гоголя. И вот сейчас мы имеем там и отопление, уже директора, директора лицея, учителя, родители. Значит, мне приятно видеть в их глазах такое удовлетворение, то есть радость. Дети находятся в тепле, канализации работают. То есть, по Гоголю мы решили. По поводу лицея в Башкалии Марку Тарлев. Я когда удивился в том, что там оказывается проблема с лицеем. То есть, не было 10 класса. Но в лицее Гоголя тоже была эта проблема. И в лицее Гоголя была эта проблема, и в лицеях сел Коробетовка. Да, да, да. По поводу вообще лицеев это было очень проблематично. То есть, был вопрос в том, чтобы лицеев вообще не было. И что интересно, что и Министерство образования нас нацеливало, чтобы лицеев мы сохранили. Мы имеем 10 институций. И по поводу лицеев была такая проблема. Несколько раз я имел встречу с министром образования, госпожой Майя Санду. Она была здесь. Спасибо ей за понимание. И в итоге совместно, совместно и с вами, дорогие руководители лицеев, учителя, значит, все лицеи были сохранены. Все лицеи были сохранены. Гоголь, Пушкин, тоже один из крупнейших лицеев. Это лицей имени Александра Сергеевича Пушкина. Вот, тоже нам совместно удалось его сохранить. Вот, есть 10 класс. Есть 10 классы в Пушкино, есть 10 класс в Гоголя. Была проблематична Марку Тарли в Башкале. Там вообще не было 10 класса. Я имел несколько встреч с педагогическим коллективом. Мы были там. Вот, это было тоже один из очень сложных моментов. Значит, мы прямо встречались с госпожой министром и в 8 часов вечера. Вот, и в итоге мы там создали 10 класс, создали 10 класс, вернули наших детей с Камарата. Вот, сейчас там есть 10 класс. Вот, там 23 ученика. Есть у нас лицей. Вот, по поводу, была очень проблематичная ситуация с гимназией в Яордановке. Вот, это тоже было... Извините, а с лицеем Штефан Челмари, села Карабетовка, там так не удалось, да? Нет, ну, с лицеем Штефан Челмари в Карабетовке он был проблематичный до, то есть еще он и в 2012 году он был таким. Вот, но там, когда мы создали, есть лицей Матея Басараб у нас в городе и 11 учеников с лицея с Карабетовки, то есть там лицей есть. Вот, но нету 10 класса, ну, уже будем думать на 14 год. Но 11 учеников, они решили в вопросе с транспортом, все, они ходят в лицея Матея Басараб у нас в городе, Басарабетовка. Вот, значит, по поводу Яордановки, мы все очень хорошо помним. Вот, там у нас, получается, двух классов нету из 9 классов, в каждом классе, там всего учатся 78 учеников, в каждом классе у нас где-то порядка 7-8 до 10 учеников. Но, тем не менее, совместно мы изыскали возможность, деньги, и эта гимназия, она была на закрытии, но мы ее не закрыли. Я просто хочу сказать, что с одной стороны лицеи есть, мы школы не закрываем, да, институции, а с другой стороны мы должны понимать, вот я буквально часа полтора назад собирал управление образованием руководителей, и мы должны понимать, что стоит вопрос о качестве образования. То есть, это один из вопросов. То есть, родители должны понимать, что их дети должны иметь качественное образование, а качественное образование здесь имеется в виду полный комплект. Я когда был у нас и замминистра госпожа Лилия Аларецкую, была у нас и министра, были начальники управления из министерств, вот, и они все нам доказывали, в принципе, их можно понять, и мы должны это понимать, что наряду с сохранением лицеев вопрос качества образования, это один из самых таких главных. Ну, тем не менее... То есть, достойного финансового обеспечения о качестве образования говорить, наверное, не приходится. Конечно, я с вами, значит, здесь согласен, у нас бюджеты лицеев, бюджеты лицеев, они вообще впритык. Вот я сижу и думаю, значит, вот мы смотрим, то есть, должно быть, есть бюджет, каждая институция имеет бюджет. Значит, мы должны смотреть, какое идет покрытие, из каких, где можно как-то компенсировать, что-то сделать и так далее. Но нам четко выделяется, на каждую институцию она имеет бюджет, и мы даже имеем, если взять, в частности, по Иордановке, мы имеем, исходя из бюджета, мы имеем 29 тысяч, где нету заработной платы. То есть, там уже будет проблематично. Но, будем думать, при малейшей возможности мы будем находить золотую середину. То есть, с одной стороны, сохранение гимназии, сохранение лицеев, но с другой стороны, что очень важно, это вопросы качества образования. Дети наши должны иметь качественное образование. Спасибо. Давайте побеседуем о социально-экономическом развитии района. Какие проекты удалось реализовать в 2013 году? Или, возможно, есть такие проекты, которые были выиграны, и их реализация начнется в ближайшее время? Ну, значит, по проектам, значит, тоже совместно. Совместно, вот я хочу, я вот еще раз и убеждался, в принципе, вот отделы у нас в райисполкоме, вот такая команда профессиональная, вот мы подняли ответственность совместно. Вот, и давайте мы буквально сейчас поговорим о следующем. Вот я уже сказал, в Гоголь, там стоит проект, который мы его реализовали на полтора миллиона лей. То есть, у нас как никогда, сейчас, если взять по району, у нас буквально в каждой институции, значит, мы имеем проекты. То есть, у нас задействованы отдел капитального строительства, очень тоже плодотворно работали, отдел управления образования и так далее, везде. Вот мы, Гоголь, есть проект, который я уже сказал, отопление, если там раньше было отопление воды, мы топили воду, я извиняюсь, значит, на 5,6 тонн воды, сейчас мы имеем чуть более 2 тонн, то есть, это уже экономически другая разница. А котельная на биомассе запущена? Но мы сделали на газе, который намного, значит, если взять по сравнению с прошлым годом, если мы 2012-13 год, мы оплачивали где-то порядка 80-120 тысяч лей в месяц, то есть, шло на отопление. Мы сейчас имеем, вот я буквально дня два назад, значит, анализировал, мы имеем где-то порядка 30 тысяч, то есть, это намного, мы его достигли за счет того, что мы сейчас не греем 5,6, там, около 6 тонн воды, а у нас есть чуть более 2 тонн. А как работает котельная на биомассе в Ердановке? Котельная мы буквально сегодня и встречались с господином Примаром, значит, вопрос на биомассе, это, в принципе, там по цене, то есть, идет какая стоимость одной тонны, то есть, у нас стоимость одной тонны где-то порядка 2-3 тысячи лей, значит, и если мы сможем, вот мы сейчас хотим, у нас, в принципе, есть, я уже говорил с предпринимателями, мы хотим создать здесь производство этого топлива, которое именно для прессованного, то есть, тогда себестоимость будет меньше, да, тогда совершенно правильно, то есть, себестоимость будет меньше, и тогда уже все вместе в комплексе выгодно. По проектам. Можно, вот, я хотела бы задать вопрос о проектах по привлечению иностранных инвестиций, если есть такие в районе. Значит, давайте так, вот мы просто вкратце сейчас, значит, по лицеям, у нас Гоголь, мы уже сказали, в Пушкино сейчас идет миллион 900 тысяч идет на замену окон, то есть, значит, тоже очень эффективный проект. Значит, по марку Тарлев идет, там тоже порядка полмиллиона по проект по обеспечению, значит, качественной энергосистемой, там проводка, электропроводка и так далее. По Матею Басараб 660 тысяч тоже проект, уже он освоен полностью, сейчас мы там ставим генератор и мы его закончим. Значит, по Абаклии, в Абаклии Константин Стеря, там мы освоили, тоже эффективно работали с руководством этого лицея, и там мы закончили, сделали и спортивный зал, сделали и там есть отопление, канализацию, то есть, совместно те проблемы, которые поднимались, мы их решили. По Ярдановке, мы уже говорили, там есть проект на биомассе, который освоен, по Карабетовке, там есть проект по замену окон и по замену окон, то есть, по системе энергоэффективности. Значит, по Садаклии, там тоже, значит, задействовано, но сейчас, в принципе, там есть по анекции номер 6, 420 тысяч лей, которые, то же самое, мы будем думать, как их тоже там внедрить, они должны быть реализованы, этот проект. По Исерли, кому не Исерли, там и в детском садике мы сделали ремонт, значит, в лицее, вернее, в гимназии, в гимназии, там сейчас тоже будут замены окон, это одно, то есть, все институции, мы создали комфортные условия, значит, именно для учеников, для учителей, для всех. По поводу здания райисполкома, сейчас заканчивается, когда я пришел, так там, значит, пятый этаж, вообще тепл, вот, холодно было, дожди протекало полностью, все. Мы взяли на 900 тысяч, поменяли, заменили крышу полностью, вот, мы заменили окна, стеклопакеты полностью ту сторону, все пять этажей, вот, потому что создали, то есть, для работников аппарата райисполкома и для всех учреждений такие комфортные условия, это одно. Второе, подписан меморандум по линии Министерства экологии с господином министру Шалару Георгием, вот, по поводу проекта обеспечения района чистой питьевой водой и технической водой, то есть, с одной стороны, питьевая вода, качественная вода для населения, вторая сторона, техническая вода, это для сельское хозяйство. Это, если надо будет, мы можем поговорить по сельскому хозяйству, одна из проблем, это именно отсутствие технической воды, то есть, капельное орошение и так далее. Когда сейчас реализация? Значит, вот этот проект, вот этот проект, он на 100, на 130 миллионов, вот, буквально, значит, там сейчас уже находят финансовое покрытие, то есть, инвестора, которые покроют, там идут переговоры с двумя инвесторами, в частности, там вроде бы решается сейчас вопрос с Германией, будет профинансирование и будет спорта, вот эти три района Лёва, Чемишлия, Басарабяска, значит, обеспечен питьевой водой, технической водой. Я думаю, мы это будем делать все возможное и невозможно на 2014 год. Второе, у нас есть меморандум подписан, значит, по линии дорог, да, качественной дороги. Это у нас идёт 5 районов, Штефанводе, Калараш, Басарабяска, Чемишлия и Лёва. Вот, это тоже один из крупнейших районов и он идёт там ещё, да, проект, он идёт где-то порядка на 6-7 миллионов, только мост через пруд, то есть, именно выход, прямой выход и на Европу. То есть, будет хорошее дорожное покрытие до таможни? Будет дорожное покрытие полностью асфальтированное, чтобы мы его, нам, я думаю, тоже удастся, мы тоже будем добиваться этого. Уже меморандум подписан 5 районами, подписан с министерством, подписан с правительством и будет асфальтное покрытие до таможни и начиная все, то есть, выход у нас на Украину, на соседнее государство и туда. И когда начнётся? Здесь вопрос стоит в том, что с одной стороны проект есть, меморандум есть, как в любом проекте, самое главное найти финансовое покрытие. Там тоже ведётся переговоры с инвестором, я думаю, вот если до Нового года буду я иметь встречу ещё с министрами, и мы этот вопрос будем его проталкивать, потому что он для нас, для нашего района очень важен. Это одно. Какие в плане, значит, вот что мы имеем, что мы планируем сейчас? Значит, первое, районный дом культуры, районный дом культуры в селе Абаклия. Вот, мы выделили средства, ремонтировали его, но нам необходимо, это единственный районный дом культуры у нас в селе Абаклия, нашего района, значит, мы хотим, есть уже проект, вот мы над ним работаем, сейчас находим его финансовое покрытие, это где-то порядка 4-5 миллионов, сейчас оно уточняется, то есть это будет очень хорошо. Это одно. Затем, значит, у нас мы хотим сделать, вот тоже мы уже дали проекты, хотим, входит в проект по системе энергоэффективности, это министерство экономики, значит, освещение города Басарабяска и создание зоны отдыха, вот как мы давно говорили, где НГЧ, вот это озеро, вот, и вот эти два проекта у нас есть, освещение города и создание зоны отдыха на базе, вот в том промежутке, где НГЧ, вот это озеро. Это как-то в сотрудничестве с городской племарией, или это вообще совершенно... Ну, это абсолютно другое, то есть это мы выходим их на министерство, выходим на министерство энергоэффективности, это департамент энергоэффективности, министерство экономики, и вот находим финансовое покрытие, я думаю, будем делать. Ну, я смотрю, здесь тоже по городу, в принципе, подвижки есть, вот, смотрю с освещением, вот, значит, освещение улиц, то есть совместно что-то будем, однозначно. Теперь у нас обязательно проблема по проектам, то, что мы планируем в районной больнице, вот, там тоже вопросы канализации, пятиэтажные здания, это тоже очень проблематично, мы говорили с руководителями учреждений районной больницы и центра здоровья, вот, и мы этот вопрос, вот, тоже у нас есть проект, мы будем сейчас находить, это в планах на 2014 год, будем находить финансовую составляющую. И по энергоэффективности, значит, лицей Матея Басараб, то есть замены полностью окон дверей, полностью, чтобы было эффективно тепло, это экономика, это экономически очень выгодно. Спасибо. Ну, вот, при всем, при том, что вы рассказали, все-таки год был достаточно непростым с финансовой точки зрения, бюджет недополучил около двух миллионов леев, как вы думаете, как это скажется на социально-экономическом развитии района, как это аукнется нам в следующем году? Ну, госпожа Людмила, я вам скажу, да, вы очень правильно говорите, но я скажу, ну, трудности, жизнь тем интересно, что есть проблемы, их необходимо решать. То есть мы по натуре трудности, наша задача их должна решать, решить, решаться должны. Проблемы финансовые, конечно, сложно. Вот, ну, тем не менее, вот я буквально скажу следующее, значит, 13-й год, когда мы проанализировали 12-й, 13-й год был сложным, сложным, понятно, но тем не менее, видите, нам удалось совместно со всеми командами, со всей командой это все решать. Если взять, вот, мы немножко не затронули сельское хозяйство, да, вот я сейчас перейду и на то, что вы говорите, вот, сельское хозяйство, это одна из наших основных составляющих. У нас вообще в стороне, вот, из 3,5 миллионов жителей, у нас 2,350, 2 миллиона 350 тысяч, это сельское. То есть у нас стратегическая отрасль, это сельское хозяйство. Вот, ему, значит, спасибо вам, я был прямой эфирой и мисс министром. Как бы я не затронула эту тему, потому что мы достаточно подробно ее освещали. Да, но тем не менее, мы тоже выделяли, спасибо и депутатскому корпусу, мы выделили сельхозпроизводителям миллион лей, это тоже очень немало, такого раньше никогда не было в районе, то есть совместно мы это делаем. По поводу того, что недополучение в бюджет порядка 2 миллионов, там 1,8 миллиона, это, конечно, сложно, у нас 2 тысячи, у нас, значит, бюджет района составляет, как я сказал, 68,633 миллиона, 68,633 миллиона, у нас трансфеты идут 55 миллионов и 500 тысяч, то есть у нас 55,5 идут трансфеты. Основные статьи поступления в бюджет, ну это, мы знаем, значит, подоходные налоги, значит, налог на землю, недвижимость, вот, трансферты, у нас вот я уже сказал, но то, что понятно, здесь мы где-то получаем доходы, естественно, у нас проблема с расходами, то есть у нас есть вопросы, которые мы планировали и не можем решить, то есть вот мы, вот эту систему я имел разговор и с налоговой инспекцией, однозначно, мы должны поддерживать экономических агентов. Я разговаривал с главной инспекцией, с начальником налоговой инспекции Республики Молдова, господином Присакару и он, который он был здесь, у нас в районе, который мы собрали экономических агентов в Примарии, где он сказал, значит, мы должны создавать, в принципе, комфортные условия для экономических агентов, то есть мы не должны душить мелкий и средний бизнес, это очень важно, потому что у нас закрывается, когда мне налоговая инспекция говорит, вот у нас закрылись, Николай Георгиевич, у нас закрылось 14 или 16 экономических агентов, это очень плохо, потому что мы их душим налоговой нагрузкой, штрафы, у нас есть ситуации, когда мелкий бизнес, магазинчик маленький, он имеет там товаров на 20 тысяч или на 16 тысяч, а ему сразу штраф на 20 тысяч, у нас бывают случаи, это тоже нехорошо, когда подходят к экономическим агентам и говорят, вот мы должны составить протокол, должны быть поступления в бюджет, нет, это неправильно, значит, мы должны создавать условия для развития экономических агентов и тогда они будут иметь возможность процветать, будут иметь возможность и платить налоги, а если мы их будем душить, нам завтра, послезавтра у нас вообще никому будут платить налоги, вот этот момент, я считаю, вот он у нас недоработанный, и в налоговой инспекции тоже профессиональная команда, если кому-то что-то не нравится, значит, мы будем этот вопрос решать, если надо будет, будем кардинально решать, но вопрос стоит в том, что мы совместно все, мы должны поддерживать мелкий и средний бизнес, патентообладатели, будут они иметь развитие, будут они процветать и будут платить налоги, а душить, это я категорически против. И наверняка необходимо открывать новые рабочие места, ведь сами говорите, что подоходный налог заработной платы это одна из основных статей дохода. Я скажу вообще по поводу, вот я тоже вот еще и год назад и как-то все это полностью, думаю, осваиваем, вот сейчас в 2014 году у нас налога на прибыль вообще не будет, то есть у нас вот это он компенсируется трансфертами, есть специальная формула, просто нет времени, я не хочу углубляться, есть специальная формула, которая компенсирует и будут трансферты. Но тем не менее, вот вы очень правильно сказали, мы здесь должны совместно работать, то есть экономические агенты мы должны поддерживать. Это понятно. Если мы хотим, у нас проблема, вот мы тоже в конце, в начале 2013 года, в начале, когда мы столкнулись, не было плана развития района, и совместно, значит, и выходили на министерство и так далее, вот проводили, помним мы, да, в начале года крупный был форум, пригласили специалистов, были специалисты из Европы, из министерства, значит, экономики и так далее. И вот сейчас у нас есть план стратегического экономического развития, значит, до 2018 года. Это нормально, исходя из этого, мы можем сюда, является предпосылкой для инвестиций, то есть привлекать инвестиции, это тоже очень важно. Мы над этим тоже. Создание рабочих мест, вот сейчас, да, там есть, которые приходят из России и так далее, вот я говорил и с министром, госпожой Булигой, вот и у нас управление агентства занятости населения, госпожа Бучко-Клара, вот у нас есть план, вот они приходят, мы уже, мы к вам обращались, давали объявления и так далее. Мы, я понимаю, что это очень сложно, я понимаю, что, значит, может быть, где-то кто-то как-то говорит, но мы должны делать все возможное и невозможное для того, чтобы люди работали. Они будут работать, чтобы они не уезжали, чтобы как-то они свои деньги, если вкладывают, у нас вот есть случаи, когда там, допустим, жена работает в Виталии, выделила 10 тысяч евро, он создал здесь маленькое предприятие, его пришли налоговики, хлопнули его, и он говорит, боже, я остался и без денег, и еще и штраф платить. То есть мы для того... Я лучше тоже поеду к жене Виталию. Да, я лучше тоже поеду к жене Виталию. То есть для того, чтобы люди не уезжали, это очень главная проблема. То есть то, что проблема в стране, то, что проблема в Кишиневе, давайте мы будем сами здесь, есть у нас район Басарабяск, мы будем здесь решать. И для того, чтобы не уезжали, понятно, что должны быть хорошие заработные платы, заработные платы должны быть, то есть иметь возможность работать и так далее. А для этого все зависит совместно. Это в комплексе, и эти вопросы будут под контролем, и они будут решаться обязательно. Потому что жалко, люди и будут. Есть люди много, вот я беседую, я извиняюсь, вот я буквально сегодня утром, да, там звонят мне, там, поздравляют, там, смотрят, туда-сюда, все, где Ситаль. Я говорю, да приезжайте сюда, а что там, где нам работать? Я говорю, ну будем искать. Поэтому мы постоянно, вот сегодня у нас было совещание оперативное, в 9 часов мы тоже поднимали вопросы. Отдел экономики, вот с них требовал, там тоже три специалиста, которые необходимо активизировать работу. Потому что отдел экономики должен работать на том, чтобы у нас экономика района была на должном уровне. Агентство занятости населения, есть план, вот мы должны тоже создавать. Поэтому приезжать, они говорят, мы приедем, дайте нам заработную плату, дайте нам рабочие места. Это от кого зависит? Это от нас зависит. Ну что ж, экономика, это очень важно, но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Вы уже сами затронули такую тему, как ремонт в районном отделе культуры. А что вообще в целом еще делается для развития культуры, для развития спорта в районе? Потому что, ну, так уж сложилось в нашей стране, что эти сферы финансировались по остаточному принципу. Да. Значит, у нас из бюджета, из этих 6-8 миллионов на культуру и на спорт, полтора миллиона. То есть у нас выделяется. Вот. Это больше, чем раньше или меньше? Ну, это, в принципе, нормально. Но я хочу сказать, что мы, вот коллективы, если взять по линии культуры, они имеют мини-бюджет. Вот буквально сегодня мной был подписан контракт о выделении, значит, в Абаклии танцевального ансамблю Лия, значит, 47 тысяч. То есть там полностью костюмы и так далее. Есть все. Мы задействовали, постарались. В принципе, нет, я неправильно сказал. Не все, но, по крайней мере, основные коллективы, которые есть у нас в районе, они имеют мини-бюджет. Начиная с Исерлии, ансамбль Лияушка и так далее. Начиная с Адаклия, Карабетовка, Абаклия и так далее. То есть мы, каждый имеет бюджет, мы это сделали. Я понимаю, что когда мы делаем, люди приходят и говорят, вот мы хотим еще, а то мы то. Есть планы. Я это прекрасно понимаю. У нас буквально на днях поедет группа из 30 человек давать концерт в Кишиневе, в телевидении. Это вообще супер. Это какая группа? Значит, это у нас по линии отдела культуры. У нас поедут танцевальные коллективы, поедут с Адаклии, поедут с Карабетовки. То есть есть 30 человек. Мы им решили, выделили автобус и так далее везде. То есть, но самое главное, престиж нашего района Басарабяска. Это будет на телевидении в Кишиневе. У нас в самом деле профессионально. Вот вы показывали буквально память Василия Танаса, то есть профессионализм. У нас есть много талантливых людей в районе. Им надо, и они много не хотят. Они хотят хотя бы там что-то где-то минимум. Вот их надо поддерживать. У нас прекрасные коллективы, которые могут спокойно выступать, не только здесь на сцене, а мы им даже не даем возможность здесь на сцене. Они говорят, вот мы хотим, когда мы им даем там в нашем районном доме культуры, в Абаклии, в Карабетовке, вот я был несколько раз, очень сильная танцевальная коллектива. Там есть порядка 60 человек, три группы, дети, средние и взрослые. И вот я им говорю, вот если вы в Кишинев выступите, они говорят, только нам скажите. Я на эту тему говорил неделю назад с госпожой министром культуры. Она говорит, давайте подумаем, посмотрим и так далее. Будем совместно что-то решать. И теперь есть полтора миллиона, то, что мы запланировали. Мы выделили на спорт инвентарь в этом году 237 тысяч. То есть у нас по линии спорта создаются условия, чтобы молодежь имела возможность себя реализовать. Вот у меня буквально часа два назад был такой разговор, ну сейчас вот не хочу говорить, значит, был такой разговор, тоже молодежь, спорт. И они говорят, давайте, я смотрю, что с деньгами проблема. А люди, молодежь, которая занимала места, значит, призерами чемпионата Молдовы. И они мне говорят, господин председатель, вот если вы нам не дадите, мы уедем. И вот это мне как удар. Я понимаю, что надо найти. Вот буду, после этого тоже пойду в кабинет и буду думать, где как что найти. Значит, деньги изыскать. Потому что, видите, они в лоб говорят, если не дадите, мы уедем. А у нас, вы возьмите, по линии, значит, вольной борьбы, у нас есть ребята, там тренера, Андрей Марко, Игорь Гурин, тренера, которые, их подопечные, занимают серебряные, бронзовые медали на чемпионате Молдовы. Вы помните в Абакле? И на чемпионате Европы даже. И на чемпионате Европы. У нас были международные соревнования. То есть, это очень сильные ребята. Мы их должны поддерживать. И мы их будем поддерживать. У нас по баскетболу, где тренер, господин Крайтор, хоть тоже там есть проблемы, тоже проблемы с деньгами. Но они тоже, у нас есть ребята, которые входят в сборную Молдову сейчас. И мы им тоже помогаем. Если вот мы буквально сейчас, в субботу-воскресенье, провели закрытие спортивного сезона. Спортивный мы взяли по всем видам спорта, со всех сел. Теннис, волейбол, баскетбол и так далее. То есть, мы стараемся создать условия для того, чтобы молодежь имела возможность себя реализовать. Чтобы она имела возможность быть в пределе. Чтобы создавать им хотя бы минимальные, комфортные условия для того, чтобы они спортивно могли себя... У нас баскетбол, у нас спорт, у нас по многим видам спорта, у нас есть, которые есть. Только проблемы в деньгах, надо их искать. Вот поэтому, я почему там, может быть, кому-то и не нравится, но очень требовательно говорю по отделу экономики. Значит, мы должны, налоговая инспекция, вот я им говорю, мы не должны строить свои отношения как-то, мы должны делать все возможное для того, чтобы экономика района работала. Вот она будет работать, тогда будет поступление в бюджет, будет доходная часть выполняться, тогда будут и расходы. То есть, это все взаимосвязано, но это все очень важно. Вот поэтому и атмосфера, вот если вы говорите, я как-то всегда сторонник того, чтобы как-то находить компромисс, решать, двигать. Потому что у нас за плечами и молодежь, у нас за плечами возраст и средний, и пожилой, всем, и пенсии, пенсионеры подходят, тоже надо им помогать, тоже изыскать возможность, которой мы не имеем возможность их оставлять. Игнорировать мы не имеем права ни на одним жителям нашего района Бусарабянска. Ну что ж, давайте еще поговорим немного о престиже нашего района. Мы знаем, что вы были включены в состав делегации, которая в ноябре этого года отправилась в Брюссель. Каковы были результаты этой поездки? Что вы лично для себя вынесли оттуда? Какая польза будет, так скажем, жителям нашего района от этого вашего визита? Значит, я имел честь входить в делегацию, которая была в Брюсселе. Это Брюссель, столица Евросоюза. Были в Европарламенте. Была делегация здесь, встречались с депутатами Европарламента. Это, конечно, очень интересно. То есть, мы очень многое почерпали. В чем заключается? Мы где-то год назад были председателем района и спланировали создать союз районов нашей страны Молдова. Цель этого союза была в том, чтобы защищать интересы наших граждан, которые находятся за границей. Вы все прекрасно понимаете, я думаю, у многих, у большинства есть люди, которые дети, внуки находятся в Европе. Есть много проблем. Вопросы туда устройства, вопросы прав, вопросы защиты, их там кодексы и так далее везде. То есть, ущемление. Они же идут, законно не работают. От этого теряется финансовая, зарплатная составляющая. От этого есть куча проблем. И вот очень хорошо, что в Брюсселе открылся офис союза председателей Республики Молдовы, который может защищать интересы наших граждан, которые находятся за границей. Это очень хорошо. И с другой стороны, мы можем привлекать инвестиции, инвесторов, потому что есть офис, там обращаются, они связываются с нами, с районами и так далее. То есть, моментов много очень положительных. Мы не должны бояться. Мы как-то вот плохо в том, что вот там таможенный союз, да, там Евросоюз и так далее. Мы должны изыскывать возможность отовсюду. Мы должны быть, мы должны строить здесь, у нас в стране, должны иметь хорошие европейские перспективы. Мы должны быть в хороших, прекрасных отношениях и с Россией, вот, потому что нас очень многое связывает. У нас мы должны быть хорошие отношения и с Румынией, и с Украиной. Мы Молдова маленькая. Мы должны вести умную, мудрую политику, чтобы было комфортно жителям нашей страны и жителям нашего района. Спасибо, господин Кензигелян. Подошло время ответить на вопросы наших телезрителей. Пожалуйста. Я напоминаю, что телефон студии 0297-20-220. Я извиняюсь буквально на секунду, уважаемые телезрители. Зрители, значит, пожалуйста, вы приходите всегда, двери открыты никогда. То есть любые вопросы задавайте, удобные, неудобные. На все вопросы я вам с удовольствием отвечу. Ну, а для того, чтобы мы могли принять максимально большее количество звонков, я попрошу вас выражаться коротко, конкретно, ну и корректно. Хорошо, хорошо. Итак, мне передают, что уже есть первый звонок. Пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Можно такой вопрос? Представьтесь, пожалуйста. Житель поселка, город Бесарабянск. Инкогнито. Ясно. Ваш вопрос? По достоверным сведениям мы располагаем информацию о том, что господин председатель, согласно действующему законодательству, находится в несомнительности должностей. А именно, вы занимаете ответственную государственную должность, а также являетесь руководителем частной фирмы. Также мы располагаем информацию о том, что госканцелярия уже предоставила вам нотификацию. Прокомментируйте, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Самое главное, что мы работаем в интересах нашего района. А не становимся жертвами чего-то. В частности, по госканцелярии я хочу вам ответить. Есть действия у нас, которые нравятся кому-то, не нравятся, но мы делаем так, как должно быть в интересах района. И районный совет всегда поддерживает. То есть, может быть, это надо будет, мы можем отдельный момент сделать отношения с госканцелярией, а здесь районный совет поддерживает депутаты и мы делаем так, как должно быть во благо. По поводу господина Кендигелян, то есть, меня. Значит, вы правильно говорите, что по закону есть вещи несовместимые, в чем они заключаются. Что я, как председатель района, не имею права занимать, не имею права занимать должность быть директором предприятия. Значит, до этого я являлся предпринимателем, я являлся директором фирмы Альфа Ши Компани и являлся директором предприятия Экоэталон и являлся учредителем. В настоящее время я не являюсь директором, можете записать, значит, я не являюсь директором фирмы и как Альфа, так и Экоэталон. Поэтому у нас, у меня сейчас проблем с совместимостью или несовместимостью у меня ее нет. Но есть правило, есть выбор, вы правильно заметили, что я должен быть либо председателем района, либо директором этих предприятий. Вот так решил районный совет, являясь председателем района. Спасибо. Итак, мы ждем очередного звонка телефон студии 20-220. Ну, а пока к нам кто-то дозвонит. А, есть звонок, я прошу прощения. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Николай Георгиевич, слушаю. Вы говорили насчет 28-го июня освещения нету. Вот здесь прямо 24-й магазин. Да, да. сворачиваться на 28-го июня невозможно. Человек об человеку ударять. Да, знакомый голос как вас зовут? Играет переволок обещали Николай Дмитриевич что привезут там и нацепят и так не насыпали. Спасибо за вопрос. отвечаю. Значит, не совсем в вашей компетенции вопрос. Да, да, но это вопрос ближе к примару, но нет вопроса. Надо сотрудничать я смотрю он тоже значит пытается решить потихоньку решается вопрос с освещением. Я вам хочу сказать что очень много подходит людей да, жителей нашего города по поводу освещения это одна из проблем. Я с вами согласен. Я лично живу на улице 28-го июня. И вот я хочу в первую очередь значит осветить вот если вы помните я вам сказал в проекте который я планирую проект освещения улиц нашего города Басарабяска вот мы будем вот этот вопрос и совместно и с примаром господином Николаевым Николаем Дмитриевичем значит будем думать как но проект он уже есть он будет подан он уже подан будем находить финансовую составляющую и надо будет я думаю этот вопрос слышит и господин примар и я понимаю что от этого я себя тоже некомфортно чувствую что я как житель города значит улицы у нас не освещены и это проблема есть проблем и вы правильно говорите что мы всегда на выборах мы все обещаем говорим и на 4 года забываем но я понимаю я согласен будем изыскывать возможность спасибо еще один звонок здравствуйте 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 еще раз я звоню еще один вопрос у меня пересмотрев неоднократно сети районов света мы поняли что руководство районов вошло в систему незаконно распределять бюджет денег с одной статьи на другую примерно служит изъятие денег со статьи бюджетных расходов предназначенных для психотерапевтической службы районов собирайте деньги у неполноценных детей для чего для того чтобы в районах сидели в тепле или для покупки машин или еще чего вы звоните в студию пожалуйста приглушите звук вашего телевизора или отойдите вообще от него подальше потому что эхо и мы вас очень плохо слышим но насколько я могла понять речь шла о психопедагогической службе понятно понятно значит вот он товарищ уже второй вопрос задает нет проблем это ваше право и спасибо за вопрос который вы задаете значит спасибо я понимаю у нас были проблемы по линии управления образования вот в частности и депутаты поднимали вопрос по психопедагогической службе и так далее вот то что вы хотите там и по машине вот но сейчас мы эту ситуацию проанализировали этот вопрос был выдвинут на районный совет был проведен конкурс сейчас у нас есть новый начальник управления образования поставлены задачи которые должны и которые не должны повторяться и которые должны выполняться вот по психопедагогической службе я извиняюсь конечно здесь вы немножко чуть в том варианте что это идут выделено с госбюджета выделено значит 500 560 тысяч может быть я ошибаюсь на несколько десятков тысяч то есть где-то порядка полмиллиона больше полмиллиона были были выделены средства конкретно на психопедагогическую службу которая она нужна она есть во всех районах есть она и в нашем районе туда входят туда входят пять специалистов психопедагогической службы значит там еще один недоукомплектован то есть это одна из важных таких сегментов работы именно в управлении образования это конечно новое но тем не менее она необходима спасибо вам за то что вы обращаете внимание я буквально себе запишу я буду больше уделять именно вот этому вот этой службе которая находится в управлении образования а что касается машины вот это тоже вопрос такой скандальный и на последней сессии стала начальник этой психопедагогической службы они требуют чтобы им вернули машину которая была выделена непосредственно для их нужд да ну я просто понимаете я вообще так сказать сторонник я не хочу то есть мы должны принимать все руководители отделов управления вот если критические замечания в том числе и председатель Кендигелян значит он должен самокритику воспринимать у нас были определенные упущения по линии управления образования вот в частности по поводу машины вот но тем не менее значит я сейчас мы над этим работаем по поводу машины вот в том что по поводу того что она была выделена из средств психопедагогической службы вот а сейчас ей пользуются ну и пользовались она уже полгода больше полгода уже месяцев семь вот все управление образования ну понимаете я понимаю с транспортом это проблема вот я когда буквально недели две назад была встреча представителя районов там мне с правительством говорят самый самый транспорт самая машина из всех председателей это у нас в районе вот я понимаю с одной стороны в смысле самая старая самая старая машина ей уже 11 лет значит то есть она значит у нас вот ну я считаю что может быть как-то немного то есть эти деньги там где-то порядка 300 тысяч значит может быть мы их используем где-то в другом месте по транспорту транспорт по транспорту это проблемы пока представители районов будут кататься на старой машине а затем посмотрим будут у нас деньги будут у нас поступления бюджет будет у нас доходная часть решим вопрос по транспорту и по управлению образования у нас транспорт тоже вообще старый и по соц обеспечению будем совместно потихоньку пошагово мы будем двигаться вперед так давайте не будем заставлять ждать наших телезрителей у нас уже давайте еще один звонок на линии здравствуйте да мы вас слушаем представьтесь пожалуйста здравствуйте Андрей меня зовут вот говорите про поддержку малого бизнеса про все про вот это скажите ну вот закрытие Петрухи скажем прокомментируйте вот этот вопрос спасибо вы имеете ввиду закрытие этого бара ну да полностью всего вот этого здания спасибо вам что-то известно значит господин Андрей ну всем известно давайте мы будем говорить о следующем о следующем значит я являюсь представителем района да конечно проблема у всех есть примары есть вопросы которые касаются чисто компетенции значит примаров есть вопросы которые есть сельсовет есть горсовет есть районный совет значит есть у нас предприниматель Петруха Ваня Ваня нет я знаю что Ваня ну не важно все знают да значит который он успешно имел так сказать бизнес да построил рядом напротив то же самое здание нормально но затем у него возникли конфликтные ситуации с руководством города вот было решение было решение сессии городской сессии там я насколько понимаю что там было решение о том чтобы его его вообще прикрыть там по-моему даже разбирать его вот это первое предприятие давайте мы сделаем так я буквально буквально завтра завтра утром значит я позвоню господину примару города господину Николаеву поговорю с ним ему на эту тему вот и пожалуйста мой телефон 20601 мобильный 06 988 0001 господин Андрей вы мне позвоните или доставьте ваш телефон я вам позвоню и доложу ситуацию потому потому что это чисто компетенция была в городе в племарии перейдем к следующему вопросу добрый вечер здравствуйте как вас зовут Иван Бессарапти хотел задать такой вопрос Николай Георгиевич обещал 4 августа такие реформы на железной дороге именно ближайшие месяца но видимо хуже и хуже на железной дороге никаких реформ ничего можете что-то объяснить спасибо значит господин Иван я понимаю я вам даже скажу что вот у нас из поступления в бюджет большая основная составляющая это идет железная дорога с этих у нас 12 предприятий и большая часть задолженности тоже именно за счет получения средств значит я вам скажу следующее если так уже чисто хоть мы на телевидении но я всегда открытый значит имел я в июле месяц июнь июль месяц с руководством министерства транспорта с генеральным директором железной дороги то есть министр транспорта был Анатолий Шалару генеральный директор железной дороги был Виталий Струне вот и мы поднимали этот вопрос я его поднимал в такой острой форме вот и мне было обещано что ситуация изменится вот и вы правильно говорите что исходя из этого вот мы тоже встречались с руководителями предприятий вот исходя из этого значит руководство района в моем лице мы ставили себе какие-то определенные цели но не было все это исполнено и в частности значит тоже я не знаю может быть лепто всех но я тоже категорически высказывался против руководства транспорта и дороги и значит министр транспорта он освобожден начальник дороги тоже сейчас есть буквально месяц назад полтора чуть больше месяца новые министры транспорта новый начальник дороги меня слышит руководитель железнодорожных предприятий мы имели несколько встреч и в присутствии генерального директора железной дороги господина Дамашкан вот буквально несколько недель назад мы встречались и с начальниками предприятий то есть мы хотим ситуация проблематичная не только у нас здесь в Басарабярске в районе я почему это говорю может быть даже и с болью в том что у нас 12 железнодорожных предприятий у нас основная основной сегмент составляющий это железнодорожники у нас железнодорожный узел один из крупнейших он ходит тройку крупнейших поэтому я имею у нас находится на границе с Украиной то есть международная граница поэтому я имею право и я всегда категорично высказываюсь поддержку именно нашего узла железнодорожного узла я понимаю я с вами согласен что не все удается потому что я не хочу объяснять потому что причины никогда никого не интересует вот но тем не менее пока мне в этой части значит не удалось достаточно убедить руководство министерства транспорта и железной дороги но по крайней мере я полностью уверен что они нацелены кардинально экономически поменять ситуацию не только в железнодорожном узле Басарабяска но и по всей стране для этого уже проводятся есть были встречи были поездки и в Китай значит и там есть обыкновенные перспективы есть в Евросоюз значит тоже с Европой инвестиции то есть но без инвестиций нам сложно будет не то что сложно а нереально что-то решить поэтому я убежден все же таки я убежден что благодаря новому руководству железной дороги и новому руководству Министерства транспорта сдвинемся с точки потому что так не может быть я себе этот вопрос записал я буквально значит завтра или послезавтра потому что завтра есть там несколько встреч таких но ближайшие максимум два дня я вот эту ситуацию обязательно доложу руководителям что я сказал и буду требовать с них спасибо очень хороший вопрос очередной звонок у нас в студии здравствуйте добрый вечер как вас зовут Владимир Иванович на ваш вопрос у меня такой вопрос товарищ Кенгивлян вот Бессарабка большой район всю жизнь здесь прожили и вот посмотрите хлеб почему у нас почему у нас такой дорогой хлеб потому что он заводится с Кищенева Камрата Таракли у нас ни одной пекарни а если бы была пекарня он бы не стоил 5,50 4,00 а для пенсионеров вообще и для нас работщиков это дорого вы поймите что это надо что-то думать Владимир Владимир Иванович спасибо спасибо этот вопрос который тоже мне не дает покоя я значит смотрю я анализировал ситуацию из пекарни мы сейчас из местных по району хлеб печем предприятия вы и Серли и все у нас пекли хлеб и Серли и Садокли и Орданов и когда-то Басарабяска даже 3 пекарни было даже 3 было у нас 3 но я имею ввиду последнее что осталось госпожа Бурлаченко что последнее здесь это давно уже было то есть последнее и вы очень правильно задаете вот я тоже себе кстати у меня запланировал как можно реанимировать вот эту пекарню которая есть у нас на повороте в Камрад потому что у нас завозят хлеб я прекрасно понимаю у нас заводится завозится хлеб с Кишинева завозится с Камрада с Тароклии с Чемишлии но тем не менее да я знаю я знаю что нам необходимо активизировать чтобы у нас была своя пекарня конечно мы помним вот эти большие хорошие караваи когда мы везли в Кишинев караваи нашего хлеба басарабяцкого и нас встречали с открытыми руками дверями и так далее кстати вот я скажу я буквально дня два назад был в Чемишлее там где пекли хлеб так там вот если вы знаете вот этот магазинчик как поворачивать вот Дедом культуры чуть сюда вот если выезжать поворот на Бесарабку направо с левой стороны там пекарня хорошая так там у них есть они пекут даже хлеб по два лея то есть два дня назад я был там хлеб ну на 400 то есть обыкновенный хлеб и по два лея тоже пекут я его взял хороший отличный прекрасный хлеб но там и плацинды пекут прекрасные с тыквой и калачи и хлеб и с отрубей и с этого я понимаю значит мы дойдем и до этого я понимаю что хлеб а хлеб всему голова спасибо за вопрос это согласен вы знаете мы в свое время делали серию репортажей тоже на эту тему и в том числе мы поднимали такую проблему как закрытие пекарни в Садоклии тоже достаточно хорошо оборудованная пекарня была отвечаю 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 я извиняюсь что я вас перебиваю госпожа Людмила да я понял потому что это была это была проблема я встречался там есть директор госпожин Кашу Яков вот и мы говорили и там то есть ну он предприниматель он определился что если взять соотношение цены на муку то есть зерно мука вот и хлеб то есть нету достаточной прибыли но тем не менее значит мы с ним встретимся и будем говорить ну это понятно все но мы должны в городе вот Владимир Иванович правильно сказал что в городе есть оборудование вот я буду говорить с Молдав это Рай-Патепсоюз как он сейчас называется да вот посмотрим я встречусь с госпожой Ольгой вот проанализируем посмотрим что нужно для того чтобы запустить я постараюсь много есть планов много есть видов но везде нужны деньги везде нужны инвесторы в виде не очень много вот но нужны деньги ну может быть эта мечта станет вполне реальной у каких-то предпринимателей в связи с тем что год был урожайным цены у нас у нас сейчас да 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 я понимаю вот у нас как-то год урожайный да как вот вы говорили когда встречались и на эту тему беседовали вот было бы хорошо как господин Парахницкий Николай Федорович сказал было бы хорошо имея этот урожай 2013 год а цены 2012 года это мы понимаем может быть вы правильно говорите может быть как-то потому что здесь урожай есть а проблема вот я тоже вот был здесь и господин министр Василий Бумаков был замминистра был начальник управления вот управления сельского хозяйства мы на эту тему не раз встречались то есть урожай есть а цен как таковых нет но может быть мы должны делать конечно чтобы было потому что у нас много социально незащищенных людей это отдельный разговор я когда тоже говорил с госпожой Булигой Валентиной Булигой то есть мы должны как-то их поддерживать а хлеб надо будем думать будем я хочу напомнить что телефон студии 20-220 ввиду того что у нас было много звонков мы решили немного продлить время нашего прямого эфира поэтому у вас еще есть возможность к нам дозвониться задать свой вопрос ну а пока ненадолго у нас телефон замолчал я хотела бы задать вам еще один свой вопрос который был у меня запланирован но к сожалению я не успела его задать в начале передачи давайте поговорим о том как вы совмещаете вот эти две функции то есть вот был вопрос о том что вот вы являетесь представителем района и вот вы еще руководитель предприятия вы ответили что это к вам сейчас не относится но то что вы являетесь председателем района и председателем демократической территориальной организации демократической партии это реальность ну это и не запрещено по закону но а все-таки как вы совмещаете эти две функции и какая из них является для вас приоритетной я являюсь членом демократической партии молдовы я являюсь председателем территориальной организации и вот то что вы задали вопрос являюсь председателем района Басарабяска в начале когда еще в декабре 2012 года мы на эту тему тему говорили вот у нас в районном совете три политические составляющие значит это демократическая партия коммунистическая партия либерально-демократическая партия значит для меня партии как председателя района абсолютно все мы должны делать все во благо района мы на эту тему говорили с депутатским корпусом района за это время что я являюсь председателем они в этом убеждались мне не важно как говорил да там китайцы да Дэн Сио Пин не важно какого цвета кошка главное чтобы мышей ловила то есть меня абсолютно безразлично какой человек партии если он что-то вносит какую-то лепту или какое-то предложение во благо людей нашего района или для решения каких-то проблем нашего района для меня это является приоритетом то есть находясь находясь в райисполкоме я делаю все возможное и невозможное невзирая ни окраски политической чтобы мы делали чтобы поднимался имидж нашего района и очень много есть нормальных хороших я скажу что депутатский корпус большинство такие профессиональные ответственные есть два человека которые там только смотрят чтобы как-то ну ради бога это тоже нужно то есть нас кто-то должен подстегивать я им тоже благодарен то есть они тоже вот следят говорят подсказывают это я даже и благодарен и спасибо что они есть и могут быть все но тем не менее это однозначно мы все являемся ответственными в районном совете невзирая на партийную принадлежность и председатель района господин Кендигелян является в первую очередь так как я здесь живу в городе живу в районе никуда не собираюсь уезжать для меня имея возможность власть председателя района я буду делать все возможное и невозможное во благо жителей нашего района а насколько для вас как для председателя района важна поддержка именно команды команды территориальной организации демократической партии все-таки ну не секрет всегда все представители определенной фракции они голосуют всегда заодно бывает у нас в районном совете ситуации когда демократы голосуют вместе с коммунистами бывает когда вместе с поладеме бывает там по-разному по-разному складывается отвечает Я хочу сказать первое. Команда, но я просто не хочу сейчас говорить о политике, чтобы меня правильно поняли. Да, в целом. То есть команда демократической партии профессиональная команда, команда либеральной демократической партии профессиональная команда, команда коммунистической партии тоже профессиональная команда, и которая имеет опыт, не один год работает. Поэтому, когда мы поднимаем, я стараюсь перед тем, как вопросы сессии, я веду, во-первых, узнаю мнение председателя фракции районного совета. То есть их мнение. Мы работаем, мы говорим. То есть мы до того, как до районного совета, мы в принципе знаем мнение и так далее. Бывают вопросы, которые, значит, прошу, чтобы поняли, что какой-то вопрос, невзирая на политическую составляющую, он должен быть решен, потому что он необходим для нашего района. И спасибо, спасибо и за понимание. Мы поднимаем и решаем. Когда надо, в зависимости от вопроса, значит, надо, мы голосуем, как голосует каждый депутат, каждый канцеляр, вправе решать, как он голосовать. То есть мы его, он голосует. Но если он в зависимости от ответственности, он понимает, что для решения этого вопроса он должен голосовать так. И спасибо за поддержку. То есть здесь мы политические составляющие, мы их убираем. Мне пытались как-то тоже, значит, там упрекнуть, а вот вы почему голосуете там с коммунистами, а почему там Демпартия голосует с коммунистами, а почему Демпартия голосует с ЛДПМ и так далее. Для вас это не принципиально? Для меня самое главное, выносится 16 вопросов, значит, иметь поддержку со стороны всего депутатского корпуса. Я еще раз говорю и повторяюсь, и мне это очень нравится. Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы мышей ловила. Поэтому всем спасибо за поддержку. У нас телезритель на линии, давайте ответим на вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Георгиевич. Моя фамилия Кушик, зовут меня Валерий Васильевич. У меня такой вопрос. Недавно в СМИ прошла такая информация о том, что Бессарадский район имеет первое место в республике, то есть лидирует, по количеству создаваемого бытового мусора. У нас самый маленький район, практически нету больших предприятий, которые работают и так далее. Вы мне не можете объяснить, откуда взялась вот эта цифра? Спасибо. Да, да, Валерий Васильевич, спасибо, спасибо. Вы, как всегда, вы всегда были патриотом. Вообще, экология, чистота, это самое главное. По поводу мусора, если вы помните, года три назад, два года назад я поднимал вопрос, пытались создать предприятие, завод по переработку мусора. Не хочу говорить сейчас, как, что, почему, но, конечно, жаль. Но все помнят, но все помнят, и даже сейчас подходят, скандалов много и так далее. Сейчас все подходят и говорят, вот, неплохо было бы и так далее. Ну, по поводу первого места, Валерий Васильевич, я не знаю, я не могу вам сказать, значит, какое место занимает район Басарабяцка, я могу завтра узнать это все. Вы знаете мои телефоны, я знаю ваши, можете позвонить. Мне интересно, как производились вообще эти замеры. Ну, я думаю, значит, как можно посчитать по поводу бытового мусора. Может быть здесь из-за того, что количество, вообще, я вообще даже, я думал, количество населения и сколько тонн, сколько мусоросвалок, но я не знаю. Я, допустим, я не хочу, вот мы проезжаем, выезжаем из Басарабки, там есть мусор и так далее. Но проблема, проблема бытового мусора, это одна из проблем. Вот, и пытались здесь как-то его решить и так далее, но это проблема. Потому что, вот, когда ходишь в садик, вот мы идем сюда, в школу Пушкина, с левой стороны эти мусоры, садик, везде он висит, это здоровье наших детей, это здоровье наших. Этот вопрос у меня тоже, вот мы сейчас, там есть, я говорил с министерством по департаменту суд развития, да, и с министерством регионального развития, значит, министром господина Марчелла Радукан. И в частности, когда я был в Брюсселе, тоже есть несколько предположений, которые хотят инвестировать и хотим создать вообще по переработку мусора вот здесь, на юге. Потому что это мусор, это проблема, это наше здоровье. Я подумаю насчет первого места, но я не думаю. Я знаю, что район Басарабиаска поднимается в юмидже, это наш минус. Подумаем, созвонимся. Все-таки с внедрением проекта по установке контейнера в городе, по вывозу мусора, вот то, что было реализовано через агентство регионального развития ЮГ, в городе проблема частично решена. Согласен с вами, потому что он хоть долго решался, несколько лет, но тем не менее частично. Я буквально, значит, из Марии Кулешовой, директором месте. Я прошу прощения, потому что мне передают, что есть звонок. Давайте, давайте звонок. Давайте звонок. Добрый вечер. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это Виктор Иванович Зололе. Слушаем вас. Я вот хочу обратиться к господину Кенгеляну, вот по такому вопросу. С переезда железной дороги в сторону таможни, в сторону таможни, сколько там ездит транспорта, все полностью. Этот переулок именно от таможни, он абсолютно не освещенный. Идет в розовой транспорт, возят зерно, возят все. Я уже неоднократно сам, просто у меня вот эти КамАЗы чуть не сбивали. Я падал именно возле садика, меня загоняли так в яму, потому что просто там прицепы идут, они не освещенные. У них нет ни габаритов, нет ничего. И вот меня интересует один такой вопрос. Когда вот этот именно промежуток от ЖД переезда до таможни будет освещенной. Спасибо. Это улица Матросова, да? Многие люди страдают. Мало чего, может даже и ребенок выйти. Там нельзя не прогуляться, ничего. Я согласен, что партия социалистов или кто там поставили, светильники здесь погугали. Я понимаю все полностью. Но когда Примария решит этот именно вопрос. Вот я хотел бы узнать. Спасибо вам за вопрос. Когда Примария решит этот вопрос. Да, вопрос, конечно, больше к Примарии. Если вы смотрели нашу вчерашнюю передачу, итоги района за прошедшую неделю, то мы показывали довольно-таки подробно прошедшую недавно сессию городского совета. Где этот вопрос тоже поднимался. Ну вот насколько я владею информацией, там просто пока нет технической возможности установить светильники. Отсутствует пятый провод. Но обещал Примар, что в следующем году эта проблема будет решена. Значит, давайте, Виктор Иванович, давайте мы определимся так. Вот я уже обещал, я завтра обязательно встречусь с господином Примаром, с господином Николаевым. Вот, потому что есть вопросы, которые чисто в компетенции Примарии. По поводу освещения вот этой улицы, что вы говорите с переезда туда, это Матросова. Это улица Матросова, да. Да, туда вверх. Ну, во-первых, это наше лицо. То есть таможни, то есть туда вверх и сверху вниз, это таможня, международная таможня, вход в Молдову, в район Басарабяска. То есть это наше лицо. Лицо не только нашего района, а лицо и нашей страны. То есть должно быть освещение в первую очередь, без вопросов. Вот, это одно. По поводу большегрузных машин были жалобы, говорили. Да, это отдельная тема. Это отдельная тема по поводу комбикорма, по поводу украинской. Я знаю эту ситуацию очень хорошо, если есть время. Если нет, давайте. Нет времени, нет, потому что человек ждет на линии. Значит, давайте, Виктор Иванович, я вас прошу. Есть мои телефоны, я еще раз вам сказал. Позвоните мне в любое время, в субботу, в воскресенье, в рабочий день. Давайте встретимся, поговорим, обговорим что-то совместно. Что-то вы подскажете. Пользуясь случаем, я говорю всем жителям города, всем жителям района Басарабяска. Пожалуйста, мне звоните в любое время. Я буду очень рад вашим любым предложениям, вашим любому видению. Потому что совместно это наша проблема. Принимаем очередной звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к господину Кензигеляну. Да, пожалуйста. Откажите, пожалуйста. У нас только припали стать председателем и наконец-то не стали. Почему, когда приходят в райстолком, ваши сотрудники, особенно женщины, постоянно слеза? Объясните мне, ваше поведение своим сотрудникам. Спасибо. Спасибо. Еще раз хочу попросить, когда вы звоните к нам в студию, пожалуйста, отходите подальше от телевизора или приглушайте звук. Фонит, и мы с трудом можем разобрать, что вы говорите. Значит, да, отвечаю, отвечаю. Первое, ну, во-первых, имени не знаю, но ничего. Значит, я насколько понял, что я мечтал или как? Что сказать? Нет. Нет, не, наконец-то вы стали. Да, вы стали председателем. Не, 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 что-то было до того, как наконец-то вы стали. Я тоже не расслышала. Но я так, ну, но я так понял. Попросы кричатся в том, почему женщины в райисовете так часто плачут? Почему их так часто видят в слезах? Вот женщина задала такой вопрос. Сейчас отвечаю. Значит, ну, во-первых, я говорю, это открыто. Значит, мечта, ну, по поводу председателя района, ну, избрали. То есть это требует очень больших, большой работоспособности и так далее. Я бы, так сказать, что я вот однозначно, вот, ну, абсолютно. То есть надо делать, я буду делать. Значит, решит районный совет, допустим, там будут выборы через год, кто-то другой, пожалуйста, никаких проблем. Я человек небогатый, но я и не бедный. То есть для меня это не является особым приоритетом. Я просто хочу, пользуясь этой властью, сделать что-то, чтобы затем мог встречаться с людьми. По поводу того, что, значит, девушки, женщины плачут, я вам отвечу следующее. Значит, у меня было несколько случаев, вот, которые, значит, может быть, не выдерживали этой нагрузки, этих требований и так далее. Ну, я всегда говорю, и в этом вот сейчас, вот буквально мы сегодня и говорили, да, и на протяжении этого года у нас, вот, за весь год работы было уволено двое людей. То есть был уволен главный бухгалтер, вот, значит, не хочу назвать фамилию, он был уволен. И был уволен, значит, господин известный, господин Кожок, он был уволен. Значит, остальные, вот, более 60 человек, мы работаем, у вас нормальная, хорошая обстановка, мы празднуем вместе и дни рождения, мы и поздравления. У нас каждый понедельник на совещании всегда букет цветов я дарю тому, кто есть в день рождения. То есть я, с одной стороны, значит, хочу общее мнение у нас в райисполкоме, такая атмосфера, чтобы была ответственность, чтобы была такая хорошая атмосфера, человеческое взаимоуважение, но ответственность, работа превыше всего. Если вы видели, что вот кто-то плачет, я это тоже заметил, я, значит, просто говорю, мне это, конечно, очень неприятно. Я вот, может быть, затем, хотя как-то мы обговаривали в том, что почему, то есть мне неприятно, когда женские слезы, вот. Вот, ну, учту ваше мнение, учту ваше мнение, значит, буду делать так, чтобы, значит, женских слез не было, хотя за весь год, ну, тоже. Для вас имеет значение на работе, кто перед вами, какой подчиненный, какого пола? Или вы одинаково требовательны ко всем? Для меня есть задача, вот, вначале мы как-то, вот, когда мы проводили совещание, вот, слышат меня мои коллеги, вот, которые, которыми я отношусь с уважением, вот, начинают объяснять. Я говорю, меня причины не интересуют. Есть задача, она должна быть сделана. То есть, изыскать возможности и средства, чтобы для того, чтобы задача была сделана. Это однозначно. Значит, кто передо мной, либо женщины, либо мужчины, вот, ну, я с большим уважением отношусь к представителям женского пола. Для меня это вообще, для меня это очень ответственно. Но если женщина является руководителем, если она является начальником управления или начальником отдела, она должна быть в первую очередь начальником отдела. То есть, она должна понимать ответственность и необходимость решения поставленных задач. Это одно. Но, в любом случае, женщины, это, это та категория людей, которых только уважение и преклонение. У меня и две девочки, так что я с удовольствием. Ну, что ж, время, даже продленное время нашей телепередачи подходит к концу, и мы принимаем последний, увы, на сегодня звонок. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Я хочу задать один вопрос Николаю Георгиевичу. Пожалуйста. Николай Георгиевич, когда прекратит этот бардак на базаре? Самые большие цены у нас в Бессарабке. На все продукты питания. Камрад одна цена, Чемишлия малая цена. У нас в Бессарабке что, два авторитета держат базар мясной? Которые, откуда неизвестно, откуда они взялись. Продают мясо по странным слоям. Когда будет контроль на базаре? Значит. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Насколько вообще в компетенции района вас соберет этот вопрос? Значит, нет, нет, отвечаю. Вы понимаете, вот, допустим, когда есть вопрос, я как-то не хочу говорить, чья это компетенция, потому что, ну, есть, есть руководитель района. Господин Виктор, я с вами, в принципе, согласен в той части, что мы должны работать, чтобы цены были уменьшились. Это как следствие закона конкуренции. И мы прекрасно понимаем, что, вот, если, допустим, взять мясной отдел, у нас, во-первых, нет ассортимента. Если нужна говядина, мы ездим в Камрад. Вот, а здесь у нас одна свинина, и цены, цены тоже кусаются. Вот, по поводу других, да, сельхозпродуктов, то же самое. Вот, ну, тем не менее, тем не менее, я хочу сказать, что этот вопрос, он очень важный, необходимый. Вот, когда приезжает машина сельхозпродуктами Садоклии, да, то, что мы говорим про Хницкого Николая Федоровича, так цены там намного ниже, и смотрю, очередь стоит за метров 20 и так далее. Я думаю, нас слышат экономические агенты, которые находятся на рынке. То есть, они тоже совместно, мы, наверное, я планирую вообще встретиться. Вот, мы как-то встретимся со всеми экономическими агентами на этом рынке продовольственном, и в частности, значит, и в мясном отделе, и подумаем по поводу цен, и подумаем по поводу ассортимента, потому что у нас здесь, с другой стороны, не все люди частники. Я понимаю так, что если, допустим, частник, не важно, где он живет, в Абаклии, в любом селе, если он имеет живность, он имеет право ее забить и пойти ее продать. Вот, для этого важно. А здесь у нас тогда и будут цены варьировать, чтобы не процветали перекупщики и так далее. Это проблема. У меня есть на это счет свое видение. Я буквально, ну, ближайшие несколько недель я встречусь с экономическими агентами, в частности, буду иметь беседу и в мясном, и будем что-то совместно думать. Потому что я понимаю, что это проблема и цены, и нету и ассортимента. Это тоже важно. Ну что ж, наша передача подходит к концу. Спасибо всем, кто позвонил к нам в студию, задал свои вопросы председателю района. И прошу не огорчаться тех, кто не смог дозвониться. Обещаю со своей стороны, что с Нового года практика регулярного проведения прямых эфиров будет восстановлена. В том числе в нашей студии, думаю, еще не раз будет на прямой связи и председателя района, и другие ответственные лица города и района. Ну и так как наша передача выходит в эфир в канун новогодних и рождественских праздников, пожалуйста, господин председатель, что бы вы хотели пожелать прежде всего жителям нашего района, себе, своей семье, своим близким? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить телевидение за предоставленную возможность поговорить с вами от вопросов. Я считаю, что как-то мы бегаем, работаем, но почаще должны встречаться. Встречаться и на телевидении, и вообще. Задавать вопросы полностью. Во-первых, всем спасибо за вопросы. Второе я еще раз говорю. Пожалуйста, ко мне любые вопросы, любое свое видение можете заходить, говорить, обсуждать и так далее. Без всяких проблем. Понятно, что не всем я нравлюсь, но я такой. То есть, как и у любого, у меня есть положительные черты, есть отрицательные, над которыми я работаю. Но, допустим, для того, чтобы реализовать свое видение по будущему району, у меня есть свое видение. И если, допустим, кому-то, некоторым там единицам не нравится или кому-то, ну, ради Бога. Подходите, пожалуйста, говорите, предлагайте. Будем вместе обсуждать. Но я убежден в одном, что если есть власть, это без громких слов. И в будущее у нас очень много молодых там политиков и так далее везде. То есть, если есть власть, она должна делать, еще раз повторяю, все возможное и все необходимое для того, чтобы было комфортно всем. Не только власти, а всем. И экономическим агентам, и жителям города, и молодежи, и пенсионерам, абсолютно всем. Для этого вы и выбираете. Для этого оно и есть. По поводу того, что необходимо сделать. Есть многое. Вот год прошел, я тоже его думаю, тоже анализирую. Я каждый день себе, как и многие, наверное, из вас, мы планируем, что необходимо, и вечером анализируем. Вот, и, значит, есть многие вещи, которых я их еще не успел сделать. Вот, но, значит, мы их будем делать, потому что проблем очень-очень много. Проблем немало. И я себя буду комфортно чувствовать тогда, когда будет комфортность и у вас. По поводу пожеланий заканчивается 13-й год. Какой бы он ни был, у кого-то более удачливым, у кого-то менее удачливым. Значит, кто-то чего-то добился, кто-то чего-то не успел добиться. Но у каждого были свои планы, у каждого было свое видение. Вот. Я хочу вам пожелать не огорчаться, не падать духом, стараться всегда иметь такое победоносное настроение. Всегда хочу, чтобы, и прошу я вот и политиков, и в Кишиневе, и здесь политиков района, и руководители, меньше нам надо скандалей, меньше нам надо противопоставлять друг друга, нам надо созидать, нам надо находить общие точки соприкосновения, чтобы что-то делать для людей. Вот. Поэтому я желаю всем жителям района Басарабяска здоровья, успехов в вашем лице, вашим семьям, вашим близким, всего самого доброго, исполнения задуманного. Много можно говорить очень красиво, но хочу, чтобы 14-й год, следующий год, я думаю, еще мы будем иметь возможность перед Новым годом как-то тоже, может быть, встретимся, будут обязательно поздравления. Я хочу то, что вы не успели сделать, или то, что у вас не получилось, не отчаиваться. Значит, добиваться так, чтобы в 14-м году было больше позитива, и что-то у меня не получилось, что-то у вас не получилось. Давайте встречаться, давайте сотрудничать, и будем совместно делать положительное. От всей души, во-первых, спасибо за все вопросы, от всей души, дай Бог вам крепкого здоровья, успехов вам, вашим близким, с наступающими праздниками предновогодними, и всего самого-самого доброго. Всегда буду рад вас видеть и слышать. Спасибо вам за то, что вы согласились участвовать в сегодняшней передаче, и вас, и всех наших телезрителей от имени студии БАЗ-ТВ. Также хочу поздравить с наступающим новым 2014 годом. Пусть он служится для нашего района удачно. До свидания, до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok